27-й международный оперный фестиваль завершился. Последний вечер – возможность вновь видеть на сцене артистов, которые в течение нескольких дней радовали зрителей своим мастерством. Что больше всего понравилось зрителям, расскажет Юлия Важенина. Четыре вечера подряд все любители и ценители оперного искусства собирались здесь, в Театре оперы и балета. Евгений Онегин – любовный напиток, регалетто, тенора 21 века. В самом ярком культурном событии осени приняло участие около 600 артистов. А завершился фестиваль традиционным галоконцертом. Зрители заранее собираются в фойе, смотрят фотоотчеты фестивальных дней, делятся впечатлениями. Традиция такая, что каждый год мы посещаем оперный фестиваль и стараемся попасть на галоконцерт, так как это является как-то итоговым выступлением, собраны все приезжие наших гостей, поэтому нам очень нравится. В этом году фестиваль начался с оперы Евгения Онегин. И это, пожалуй, лучший подарок всем поклонникам жанра. Чайковский сумел передать все тонкости сюжетной линии – тоску, одиночество, безудержную грусть, философские размышления о смысле жизни. Убедиться в этом собралось много ценителей. В день открытия фестиваля в зале яблоку негде было упасть. Италия, Румыния, Греция, Канада и Китай – солисты известных музыкальных театров из разных стран мира радовали любителей оперы все дни фестиваля. Вчера было регалетто. Очень понравилась опера и солист. Главный персонаж очень колоритный, очень голосистый. Прям яркий запомнился Александр Краснов. Понравились цинора 21 века. И любовный напиток смотрели. Нисколько не уступали в мастерстве и наши вокалисты. А есть ли вообще любимчики среди наших смолдов? Конечно, конечно. Снегирев. Вот прямо сейчас с удовольствием буду его слушать. Фенагентова, Вильдяева. Дон Жуан, Мадам Батерфляй, Царская Невеста, Богема, Русалка. Галоконцерт – прекрасная возможность услышать отрывки разных произведений. Так завершились пять вечеров, заполненных прекрасной музыкой. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.